Мы научились на опыте, что нет более эффективного способа высвободить Божью силу в определенную ситуацию, чем провозглашение Божьего Слова в вере. На самом деле, я много раз говорил это людям и никогда не устану повторять. Я сомневаюсь, что я или Руфь были бы живы до сегодняшнего дня, если бы мы не научились использовать это оружие провозглашения. Мы оба прошли через различные времена, через период тяжелой болезни. Фактически, я был болен болезнью, которая обычно кончается смертельным исходом. Но вот я здесь сегодня, и спасибо докторам и благодарения Богу и силе Его Писания. Я жив и здоров, и служу Господу. Итак, сегодня утром мы будем провозглашать отрывок из книги пророка Исаии, 55 глава, стихи 10 и 11, которые очень подходят к этой особенной серии, с которой мы имеем дело. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его. Аминь. Название этого первого послания основан на скале. Это то, с чего мы начнем и с чем будем иметь дело. Библия — это образец доброго учения, и она следует различным принципам учения. Один из них — это тот, что вы начинаете с известного, для того, чтобы дальше вести людей к неизвестному. Вы никогда не начинаете с неизвестного, вы начинаете с того, что уже известно, и оттуда вы направляетесь к неизвестному. И один из способов, как Библия делает это, она берет очень простые, знакомые, ежедневные переживания и различные занятия, и дает им духовное применение. И существуют различные примеры. Библия говорит о сеятеле, сеющем семя, о рыбаке, ловящем рыбу в сети, она говорит о воине, облачающемся в своей доспехе. И затем она говорит совершенно в другом контексте о невесте, готовящей себя к браку. Это только некоторые иллюстрации этого принципа. Но один особенный, известный всем вид деятельности, на котором я хочу сфокусироваться, это деятельность, относящаяся к строительству здания. И я думаю, что это описание христианской жизни используется по меньшей мере столько же раз, сколько и любое другое в Библии. Итак, прежде всего, я собираюсь обратиться к посланию Иуды, стихам 20 и 21, которые являются словами наставления нам, как верующим. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Итак, здесь Писание говорит нам, что мы должны назидать или строить самих себя на святейшей вере нашей. Это один из способов, как применяется эта метафора строительства. И мы ответственны за то, чтобы назидать или строить самих себя. И затем в послании к Ефесянам, главе 2, в стихах 21 и 22, говорится о святом храме в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. И так здесь говорится о коллективном христианском сообществе, в котором мы должны быть построены вместе в Духе Святом, как место пребывания Господа. И затем в первом послании Петра, 2 главе, стихах 4 и 5, говоря об Иисусе, как о живом камне, Петр говорит следующее, «Приступая к Нему, Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». В этих стихах мы, каждый из нас, сравнивается с живыми камнями, из которых слагается Святой Храм, который будет занят Господом. И теперь последний пример из книги Деяний, главы 20-й. Прощальное слово Павла пресвитерам в Эфесе, которых он любил особенной любовью, потому что именно в Эфесе его служение, возможно, имело наибольшее влияние, чем где-либо в другом месте. И в этой речи, в 20-й главе книги Деяний, в этом прощании он говорит им, что они больше уже не увидят его в этой жизни. И это была очень трогательная ситуация для них всех. И вот последнее, что он хотел оставить им. В стихе 32-м, 20-й главы Деяний. «И ныне предаю вас, братья, Богу, и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Итак, здесь Павел говорит, что основное средство для назидания или строительства нас — это Слово Божьей благодати, Библия. И он говорит, что оно способно назидать нас и дать нам наследие со всеми, кто отделен для Иисуса Христа верой в Него. Я не строитель, но я знаю одну вещь. В любом постоянном здании, неважно, построено оно из кирпича или камня, или бетона, или даже дерева. Жизненно необходимой частью его является фундамент. И Библия особенно касается этого момента. И это вопрос великой важности для каждого из нас — иметь правильное основание. Потому что основание устанавливает ограничение зданию, которое может быть на нем построено, как в размерах, так и в весе. Основание устанавливает ограничения. И это истинно и для христианской жизни. Вы не сможете построить более успешную христианскую жизнь, чем ваше основание позволит вам. Это жизненно важный вопрос. Что является вашим основанием? Положили ли вы правильный фундамент? Теперь существует только одно основание, которое является соответствующим и достаточным. И оно является все достаточным. И это личность. И личность это Иисус Христос. И Павел пишет христианам в Коринфе, в первом послании к Коринфянам, в главе 3. И он использует две метафоры. Он использует сельскохозяйственную метафору, и затем переходит к строительной метафоре. И он говорит в стихе 9. «Ибо мы соработники у Бога, а вы — Божья Нива». Это сельскохозяйственная метафора. Божье строение. Это строительная метафора. И затем он продолжает с этой строительной метафорой. «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, и по-гречески это слово «архитект», положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Итак, Павел говорит, что есть только одно основание для христианской жизни, и это сам Иисус. И все, что построено не на этом основании, не выдержит испытания временем и трудностями. Поэтому очень важно для каждого из нас оценить то, на чем построена наша жизнь. Истинно ли мы построены на Господе Иисусе Христе? Имеем ли мы личные взаимоотношения и личное познание Иисуса, которое дает нам способность лично общаться с Ним? Вопрос положения этого основания в Иисусе является чрезвычайно важным. И поэтому я хочу уделить некоторое время для того, чтобы рассмотреть этот вопрос. Как мы можем иметь это основание? Это основание Иисуса в нашей жизни. И я хочу призвать каждого из вас исследовать свою собственную жизнь, свое собственное духовное состояние и духовные переживания, и проверить, действительно ли вы находитесь в правильных взаимоотношениях с основанием. Я хочу обратиться к Евангелию от Матфея, главе 16, за основами учения. В стихах 13 и далее Иисус разговаривает со Своими учениками. И там говорится, «Придя же в страны Кесарии и Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». И затем он делает это очень личным. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого». Это был решительный момент в жизни Петра и во всей истории христианства. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Итак, Иисус использует этот разговор с Петром для того, чтобы установить путь, которым мы можем положить основание в самом Иисусе Христе. Прежде всего, мне нужно сделать комментарий на некоторые слова, которые были использованы. В стихе 18 Иисус говорит, «Ты Петр». И по-гречески это слово будет «Петрос». И на всем камне, по-гречески Петра, «Я создам церковь мою». Очень часто предполагалось, что Петр основание для церкви. Я хочу сказать, что если бы это было так, тогда это было бы очень шаткое здание, потому что немного позднее Иисус упрекнул его, сказав, «Отойди от меня, Сатана». Еще позднее он отрекся от Господа три раза, и даже после воскресения Павел вынужден был выговорить ему за компромисс с истиной Евангелия из-за страха перед сородичами иудеями. И я просто благодарен за то, что церковь не построена на Петре, или на мне. Что на самом деле выясняется из этого стиха, что очень ясно в греческом Новом Завете, который является оригинальной версией, которую мы имеем. «Ты Петр, Петрос, и на всем камне Петра я создам церковь мою». Теперь «Петрос» по-гречески означает «камень», или в большинстве случаев «волун» или «галька», и ничто крупнее. Обычно это такого размера камень, который взяли бы люди, чтобы побить кого-нибудь. С другой стороны, «Петра» означает «камень, который берет начало в скале». Это слово часто используется в применении к утесу или чему-то подобному. Но нужно помнить одну важную вещь. Это часть всей скалы. А что такое скала? Это то, через что только что прошел Петр. Признание Иисуса тем, кем Он является. Единственное, через откровение Святого Духа. Никто не сможет знать Иисуса, кто Он на самом деле, пока Бог Отец с Духом Святым не откроет Его нам. Итак, это Петра. Это скала, на которой должна основываться христианская вера. Это личная встреча и личное откровение об Иисусе. не как о Сыне Плотника, не как об исторической фигуре, но как о вечном, несотворенном Сыне Божьем. Это то, куда мы должны прийти, если мы собираемся строить на этой скале. Опыт, через который прошел Петр, должен быть параллелен нашему опыту. И я говорил людям много раз, вы можете присоединиться к церкви, вы можете пройти через религиозную церемонию, вы можете произнести молитву и не измениться. Но если вы по-настоящему встретили Иисуса, вы изменитесь. Никто, встретившись с Иисусом, не остается прежним. Поэтому каждый из нас должен спросить себя, была ли ли у меня когда-нибудь эта изменяющая жизнь, личная встреча с Господом Иисусом Христом? Я хотел бы предложить вам четыре последовательных этапа, через которые прошел Петр в этом разговоре. Прежде всего, личная встреча. Иисус и Петр стояли лицом к лицу. Не было никакого посредника, ни священника, никого между ними. Это был прямой личный диалог с Иисусом. И это то, куда нам нужно прийти. И Иисус в другом месте говорит, «Я есть дверь, кто войдет в Ноя, тот спасется». Есть только один путь Царства Божия. Это через дверь. И дверь — это не церковь. Это не доктрина. Это Иисус. «Я есть дверь». Во-вторых, встреча сопровождалась откровением. Откровением, данным Богом Отцом через Духа Святого. Иисус сказал, «Не плоть и кровь открыли тебе это». Вы не можете постигнуть это своими естественными чувствами. Требуется откровение. И снова, и это неотъемлемо, никто не может познать Иисуса, кем Он поистине является в Его вечном сыновстве Божьем, без личного откровения. Вы можете изучать теологию, вы можете ходить в библейскую школу, вы даже можете стать служителем. Но без этого личного откровения об Иисусе вы не можете знать Его. И это откровение приходит от Бога Отца через Сына Иисуса Христа. Позвольте мне спросить, вы можете не отвечать, но была ли у вас эта личная встреча с Иисусом? У меня была. Более 50 лет тому назад, посреди ночи, в армейской казарме, во время Второй мировой войны, я встретил Иисуса. У меня не было никаких доктринальных познаний. Я не обладал евангельским языком. Я не мог сказать, что я был спасен или рожден свыше. Всему этому я научился позже. Но я хочу вам сказать, я изменился. Полностью и навсегда изменился. Я не стал совершенным. На самом деле, позвольте вам признаться, я по-прежнему несовершенен. Но я изменился к лучшему. Затем должно быть признание того, что Дух Святой показывает нам. Мы должны сказать, да, я верую, я принимаю. Мы должны каким-то образом ответить. Это не должно быть автоматически. Это требует чего-то, что происходит внутри нас. И в-четвертых, должно быть публичное исповедание нашей веры в Иисуса. Это то, к чему Иисус привел Петра. Ты Христос, Мессия. Он сделал это публично. Люди говорят о тайных верующих. И я признаю, что есть тайные верующие. Особенно в странах, где назвать себя верующим, значит обречь себя на смерть. Но я не верю, что кто-нибудь постоянно сможет оставаться тайным верующим. Позвольте мне прочитать, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея, главе 10, стихи 32 и 33. Матфея, 10 глава, 32 и 33 стихи. «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того Я пред Отцом Моим Небесным». Итак, Иисус своим особенным образом не оставляет вам три выбора, только два. Вы или исповедуете, или отрекаетесь. И если вы не исповедуете в соответствующей ситуации, фактически вы отрекаетесь. Поэтому каждый из нас в какой-то момент должен прийти к месту, где мы открыто признаем нашу веру в Иисуса Христа. И это критический момент для многих. Я обнаружил в армии, после того, как стал верующим, что самое лучшее, что можно сделать, это дать знать всем с первых минут встречи, на чем вы стоите. Тогда вам никогда не нужно будет возвращаться назад и говорить. «Ну, я не сказал тебе этого сразу, но...» Поэтому я делал нечто, что не являлось религиозным актом. Но каждый вечер в казарме, где бы я ни был, я преклонял колени и молился. Это просто говорило им о том, с какого рода человеком они имеют дело. И это было гораздо легче. Я видел других христиан, которые смущались и не выходили с тем, чтобы сказать, во что они веруют. И было гораздо труднее для них возвратиться после этого и сделать правильное исповедание. Поэтому я хочу порекомендовать вам это. Вам не нужно стоять на углу улицы и проповедовать. Вам не нужно быть проповедником. Вы можете быть домохозяйкой или студентом. Но где бы вы ни были, дайте людям знать, что вы верите в Иисуса, что Он есть Сын Божий. Итак, позвольте мне просто повторить эти четыре последовательных стадии этого разговора, которые так необходимы, потому что это то, как мы закладываем основания Иисуса лично в нашей жизни. Прежде всего, была встреча. Во-вторых, было откровение, данное Богом Отцом через Духа Святого. В-третьих, Петр ответил признанием. И в-четвертых, он сделал публичное исповедание. Теперь, возможно, вы спросите, или кто-нибудь может спросить, возможно ли такое откровение в наши дни? Возможно ли для людей, подобных вам и мне, знать Иисуса так же реально и так же лично, как Петр и другие ученики? И нам нужно видеть две важные вещи. Во-первых, Иисус не был открыт Петру, как Сын Плотника. Он знал Его таким уже достаточное время. Он был открыт Ему, как Вечный Сын Божий. И Писание говорит в послании к евреям, в 13 главе 8 стихе, «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». И никаких изменений в Нем не было и никогда не будет. Поэтому это не вопрос языка или культуры, или одежды. Но это вопрос вечной личности Иисуса. Вот с чем встретился Петр в первый раз в своей жизни. У Него по-настоящему было откровение о том, кто такой Иисус. Во-вторых, откровение было дано через Духа Святого. И Библия называет Святой Дух вечным Духом. Время, мода, история, обычаи, язык, они не изменяют Дух Святой. Поэтому по этим двум причинам одинаково возможно для вас и меня иметь это прямое личное откровение Иисуса, так же, как это было возможно для Петра. Прежде всего, потому что это вечный Сын Божий, кто открывается. И во-вторых, потому что это вечный Дух, который открывает его. Теперь мы подходим к следующему важному практическому вопросу. Если вы положили основание, то как вам нужно продолжать строить на нем дальше? Вы помните метафоры, которые мы использовали в начале? Они все говорят о строительстве. Итак, вот следующий насущно важный практический вопрос. Как вы строите на основании? И я хочу обратиться к притче Иисуса, которую Он рассказывает в конце 7 главы Евангелия от Матфея. Хорошо известная притча о благоразумном и безрассудном строителях, каждый из которых строил дом, но по-разному. Начиная с 24 стиха 7 главы Евангелия от Матфея. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, то есть скале Петра. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Прежде всего, необходимо видеть, что каждый дом подвергся одинаковым испытаниям. Не было дома, который остался бы неиспытанным. Тот же шторм, обрушившийся на один дом, обрушился и на второй. И разрешите мне сказать, что христианская жизнь — это не сплошной штиль. Вы пройдете через буря. Бог никогда не гарантировал вам обратного. На самом деле, Павел и Варнава сказали о ранней церкви. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». Если вы на пути, на котором нет скорбей, то это вопрос, ведет ли он Царство Божие. Потому что это то, что сказал Павел. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». В намерение этой беседы не входит объяснять, почему мы проходим через тяжелые времена. Но поверьте мне, у Бога есть свои намерения в этом. И если вы проходите через них сейчас, не сдавайтесь. Бог проведет вас через них, и в конце вы обнаружите, что Он имел с вами дело и научил вас чему-то, чему бы вы никогда не научились другим образом. Вы знаете, откуда я это узнал? Из своего личного опыта. Я очень редко проповедую теории. Итак, как строит благоразумный человек? Очень просто. Двумя способами. Слушая и исполняя слова Иисуса. Слова Библии. Так как вы можете строить на этом основании? Точно таким же образом. Слушая, что говорит Библия, и исполняя это. Не будьте только слушателями, потому что в Библии нет обетований для них. Но слушатель и исполнитель. Это практично. Это применение учения Библии и учения Иисуса к вашей собственной жизни. И вы обнаружите, по мере того, как вы будете продолжать в этом, что Бог постоянно будет открывать вам новые области, в которых вам нужно будет применять истину. Я хочу сказать, что я христианин уже больше 50 лет. Но Бог постоянно показывает мне новые пути, как применять Его Слово. Новые области моей жизни, в которых мне нужно применять его. Мое здание еще не закончено. Оно строится. Но благодарение Богу она выдержала большое количество бурь, успешно. Теперь и есть еще одна притча Иисуса в Евангелии от Луки 6 главе, которая очень похожа. Но там есть одно важное добавление. Поэтому я открою 6 главу Луки на минуту. Стихи 46 по 49. Снова говорит Иисус. И Он говорит, «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делайте того, что Я говорю?» Это очень важный вопрос. Бесполезно называть Иисуса Господом, если вы не повинуетесь Ему, потому что сам титул Господь подразумевает того, кому нужно повиноваться. И Иисус говорит, «Опасайтесь просто словесного исповедания, которое не влияет на ваш образ жизни». Затем Он продолжает эту притчу. «Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Посему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне, скале, Петра. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Теперь, есть одна важная деталь, добавленная в Луке, которой нет в Евангелии от Матфея. Хотел бы я знать, как многие из вас заметили это. Там сказано, что человеку, который хотел достичь скалы, пришлось копать и углубиться. Ему пришлось много убрать с пути, прежде чем он смог построить на скале. И это справедливо по отношению ко многим из нас. Может быть, не ко всем, но большинству из нас, которые выросли в номинальной христианской культуре. Нужно очень много убрать с пути, прежде чем мы сможем достичь камня. Другим тоже, которые выросли в абсолютно... не в христианской культуре, им тоже надо будет убрать что-то, но это будет другое. Но я хочу предложить вам пять препятствий, которые мы должны убрать с пути. Первое — это традиции. Теперь, не все традиции плохие, некоторые хорошие. Мы не хотим выбрасывать все традиции. Но Иисус сказал людям своего времени, «Своими традициями вы упразднили Слово Божие». Вы верите и исполняете традиции, которые не находятся в соответствии с Писанием. И я могу сказать, что в соответствии с моими наблюдениями, Иисус мог сказать точно то же самое тем же самым евреям сегодня. Вашими традициями вы упразднили Слово Божие. Но давайте посмотрим не только на евреев, потому что это справедливо ко многим, имеющим христианское прошлое. Мы унаследовали традиции и манеры поведения, то, что мы делаем, то, что мы говорим, которые не обязательно находятся в соответствии с Писанием. Поэтому мы должны быть очень внимательны, чтобы проверять. Я думаю, что я удержусь от того, чтобы делать какие-то особенные предположения, но я много бы мог их сделать. Затем второе, что нам необходимо убрать, это предубеждения или предрассудки. Нет никого здесь, у кого бы не было каких-нибудь предубеждений в какие-то моменты жизни. Возможно, вы избавились от них, я не знаю, но существует множество различных предубеждений. Есть расовые предубеждения. К сожалению, мир сегодня наполнен ими. И мы знаем, что в странах, подобных Южной Африки, например, где, позвольте мне добавить, произошли чудесные перемены, где расовые предрассудки отпугнули определенных людей, чтобы быть частью церкви. Ужасная мысль. Но это не единственная страна, где существуют расовые предрассудки. Соединенные Штаты Америки были наполнены такого рода вещами. И во многих местах это происходит по-прежнему. И у меня британские корни. И позвольте сказать, что у британцев есть свои предубеждения тоже. Я рос со многими. И мне нужно было копать глубоко, чтобы избавиться от них. Моя собственная семья жила в прошлом в Индии. Все мои предки служили в британской армии в Индии. И я помню себя 12-летним мальчиком, говорящим наивно за обедом. Я не вижу, почему бы вы не могли пригласить индийца на обед. Реакцией моей семьи был ужас. И я думал внутри, почему? Но позднее я осознал. Это предрассудок. И поверьте, я смотрю на множество разных людей, с различными расовыми корнями. Но очень немногие из вас свободны от всех расовых предрассудков. Затем существуют динаминационные предубеждения. Большинство из нас реагируют в некоторой степени негативно на определенные динаминации. Моя первая жена, которая сейчас с господом, была датчанкой. И она росла в датской лютеранской церкви. И затем она сделала нечто, что выглядело ужасно в их глазах. Она была крещена как верующая. Что по-датски они называют крещеная второй раз. И ее случай, потому что она была учительницей в датской системе государственных школ, фактически прошел через парламент. Может ли она и дальше оставаться учительницей? И я должен сказать, что моя жена осталась воевать с лютеранской церковью до конца ее жизни. Я не оправдываю это. Я думаю, что это было ее слабостью. Но я научился сам, что когда я слышу о людях, принадлежащих к определенной динаминации, я развиваю отношения против них, даже до того, как я увидел их. Я думаю, что они должны вести себя так-то, а вот в чем они неправы, и так далее. Опыт научил меня. Если возможно, не суди о человеке, пока ты не встретился с ним. Потому что я встречался с людьми с неправильным динаминационным прошлым, которые оказывались одними из самых правых людей, которых я когда-либо встречал. А некоторые люди из правильных динаминаций были неправы. Поэтому, пожалуйста, не давайте место динаминационным предрассудкам. Затем есть социальные предрассудки. И снова я могу быть примером того, кто воспитывался в социальных предрассудках. Я даже и не подозревал, что они у меня есть. Но я учился в Британии, в Итоне. И затем в Кембридже. И я просто не знал, как живет остальной мир. Затем меня призвали в армию. И я там находился с людьми всевозможного рода, с которыми раньше я никогда не встречался. И я начал осознавать, каким ограниченными было мое знание моих соотечественников-англичан. Я благодарен Богу за этот опыт. Пять с половиной лет британской армии. Но это очистило меня от множества социальных предрассудков. Происходя из офицерской семьи, я привык быть на этом уровне. А когда я не был на этом уровне, я чему-то научился. Когда ты смотришь на людей того же уровня, они все выглядят одинаково. Но когда ты смотришь на них снизу, они выглядят по-другому. Я всегда пытался спросить с тех пор, «Боже, как я выглядел в глазах людей, которые могли видеть меня снизу». И так существует множество различных предрассудков. Есть личные предрассудки. Некоторые люди не любят людей с громким голосом. Некоторым людям не нравятся рыжие. Есть множество разных глупых личных предрассудков, которые есть у большинства из нас. У меня было предубеждение против людей, которые едят яблоки. Я сражаюсь с этим, но это по-прежнему где-то в глубине меня, потому что мне просто не нравится этот звук. Идя дальше, еще существует предвзятое мнение. Люди, у которых полностью лживое представление о том, кто такой Иисус. Мягкий Иисус, кроткий и приятный, украшающий рождественскую вечеринку. Это не настоящий Иисус. Он был совсем другого рода личностью. Очень шокирующим. Очень склонным разрушать наши предрассудки и предвзятые мнения. И есть очень много областей, в которых у нас могут быть предвзятое мнение. Предвзятое мнение о том, что значит быть христианином. Взрослея, на фоне всего моего прошлого, о котором я рассказывал, я думал внутри, если мне суждено стать христианином, это будет означать несчастье до конца моей жизни. И как Пэт Бун, я думал, небеса не стоят 70 лет страданий на земле. Поэтому я полностью устранил вероятность быть христианином до тех пор, пока я не встретил Иисуса. Затем есть еще что-то, что является очень и очень опасным. Это неверие. Иногда, когда я собираюсь учить, я начинаю с того, что я собираю всех людей для того, чтобы отречься от неверия. Потому что многие из нас по-прежнему осаждаются неверием в различных сферах. Наш разум не открыт по-настоящему вере. И последнее, и я думаю самое важное, это непокорность или бунтарство. Вы можете сказать, ну, брат-принц, я не бунтарит. Нет, именно вы им и являетесь. И если вы не обнаружили этого, вы будете продолжать им быть. Видите ли, я не хочу вдаваться в теологию, но каждый потомок Адама рожден с бунтарем внутри. И нам нужно опознать этого преступника и разобраться с ним. И у Бога есть только одно средство для преступника. И знаете, что это такое? Смертная казнь. Правильно. Он не посылает его в церковь. Он не учит его золотому правилу. Не заставляет учить Писание наизусть. Он приговаривает его к смерти. Но милосердие Божие состоит в том, что эта смертная казнь произошла около двух тысяч лет тому назад, когда Иисус умер на кресте. Наш ветхий человек был распят с ним. И нам нужно прийти к месту, где мы опознаем этого преступника внутри нас, и мы добровольно соглашаемся на казнь. Теперь я перехожу к Библии, потому что это так важно, как ничто другое в христианской жизни. Ваше отношение к Библии. Является ли ваше отношение таким же, каким к нему было отношение Иисуса? Я просто хочу сейчас взять один отрывок из Евангелия от Иоанна, глава 10, стих 35. И я не буду вдаваться в контекст, потому что это заняло бы достаточно долгое время. Но Иисус сказал, «Если Он, то есть Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание». Это очень важный стих, потому что здесь Иисус использует два основных названия для Библии. Слово Божие и Писание. Когда Библия называется Словом Божиим, это означает, что оно пришло от Бога. Оно не пришло от человека. Оно могло прийти по человеческим каналам, но это Слово, которое пришло от Бога. Слово «Писание» является ограничивающим. Оно означает, что что-то было написано. Бог сказал много такого, что не было записано. Но Божественным повелением Библия содержит те вещи, которые сказал Бог, которые Он посчитал необходимым записать. И это Писание. Это означает то, что написано. И касательно этого, Иисус сделал одно простое и исчерпывающее заявление. Не может нарушиться Писание. И вы можете спорить, сколько вы хотите о вдохновенности Библии или о авторитете Библии, но Иисус уже все сказал. Оно не может нарушиться. Оно абсолютно не погрешимо. Оно будет полностью исполнено. Все в нем точно совершится. Вы можете выступить против этого. Вы можете отрицать это. Но вы не можете сломить это. На самом деле, если вы отвергаете его, в конце концов, оно сломит вас. Не может нарушиться Писание. Я думаю, что я хотел бы попросить вас всех произнести это. Не может нарушиться Писание. И теперь повернитесь и взгляните на кого-нибудь рядом с вами и скажите это этому человеку, глядя ему прямо в глаза. Теперь это что-то утвержденное. Видите, есть такая вещь, которая называется высшим критицизмом, который приписывает Писанию всевозможные глупые фантазии и заканчивает, называя его полностью ненужной книгой. Если есть одна вещь, которую хочет дьявол сделать в вашей или моей жизни, это подорвать нашу веру в авторитет и точность Библии. Но если мы подобны Иисусу, мы просто говорим, не может нарушиться Писание. Слышишь меня, сатана? Не может нарушиться Писание. Хорошо. Теперь следующее, что я хочу сказать. Это не только Библия является Словом Божьим, но Иисус Сам есть Слово Божие. Это берет начало из Евангелия от Иоанна, из двух отрывков. Иоанна, глава 1, стих 1, очень знакомый стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это относится к Иисусу. Он был Словом, и Он есть Слово. И в Иоанна 1, главе 14, стихе говорится, «И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Итак, когда Иисус был рожден, время, которое мы празднуем как Рождество, Слово стало плотью. Но Он всегда был Словом. В Вечность Он был Словом Бога. И когда Он возвратится... Вы знаете, как Он возвратится? Вы знаете, какое у Него будет имя? Позвольте мне сказать вам. Откровение, глава 19. Это по-настоящему замечательно, что когда Он первый раз пришел, Он был Словом. И когда Он вернется, Он будет Словом. И вот картина Иисуса, спускающегося с неба в славе, чтобы установить Своё Царство на земле. Откровение, 19, глава, стихи 11, 12 и 13. «И увидел Я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у Него, как пламень огненный, на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему — Слово Божие». Итак, Он всегда был Словом, по-прежнему является Словом и будет Словом. И это выводит что-то по-настоящему важное. Между Иисусом и Библией существует полное согласие. Ваше отношение к одному является вашим отношением к другому. Вы не можете верить в Иисуса и не верить Библии. Вы задумывались над этим вопросом? Потому что Иисус есть Слово Божие. Он — Слово, ставшее плотью. В Библии есть Слово, написанное. Ваше отношение к одному должно быть таким же, как и к другому. Между ними существует полное согласие. И теперь, приближаясь к завершению, я хочу затронуть пять насущных фактов о Слове Божьем и вашем отношении к Нему, которые находятся в Евангелии Атеа, на главе 14. Только три стиха. Иисус в каком-то смысле прощается с учениками. Он предупреждает, что Он скоро покинет их, и они будут оставлены одни на время. И это очень болезненный момент для учеников. Они сокрушены этим откровением. Но посреди этого Иисус дает чудесное откровение о том, что должна значить Библия для нас как верующих. И Он говорит в Иоанна 14, стихе 19, «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». Иисус делал различия здесь между миром, это те, которые не признают Иисуса, и Его собственными учениками. Он сказал, что мир не увидит Его, а ученики увидят. Затем Иуда, не Искариот, но другой Иуда задал ему очень уместный вопрос, стихе 22. Иуда, не Искариот, говорит ему, «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Он спросил это, потому что Иисус сказал, «Мир не увидит Его, а они увидят». Его вопрос был, «Как Ты явишь Себя нам, а не миру?» Теперь ответ, который дал Ему Иисус, просто полон важных истин. Иисус ответил Ему и сказал в стихе 23. Иисус сказал Ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Я хочу подчеркнуть пять насущных фактов в ответе Иисуса. Прежде всего, Иисус сказал, что Он откроет Себя своим ученикам, а не миру. В чем состоит это отличие между учениками и миром? А ответ будет соблюдение Слова Божьего. Истинные ученики соблюдают Слово Иисуса. Они не отличаются динаминационным ярлыком. Они отличаются тем, как они относятся к Слову. Вот что делает вас истинным учеником, или, наоборот, препятствует вам бытием. Это ваше отношение к Слову Божьему. Соблюдение Божьего Слова отличает учеников от мира. И в этом собрании, сегодня утром, каждый из нас находится в одной из этих двух категорий. Если мы ученики, мы соблюдаем Слово Божье. Если мы не соблюдаем Слово, мы принадлежим миру. Мир, который не находится под господством Иисуса. И затем вторая истина. Иисус сказал, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Так, соблюдение Слова – это высшее испытание любви ученика к Богу. Любовь является мотивацией для послушания. Очень важно понимать это. Как верующие, мы не мотивируемся страхом. Мы мотивируемся любовью. В определенном смысле закон использует мотивацию страха. Сделаешь это – будешь наказан. Но это не работает. Я помогал воспитывать большое количество детей. Многие из вас не поверят, сколько, и я не буду углубляться в это. Но я обнаружил, что пока они под твоим контролем, как родителя, ты можешь использовать страх. Но когда они покидают тебя, если они были мотивированы страхом, они изменятся. Единственная мотивация, которая будет хранить их преданными и верными – это любовь. И Бог и Иисус достаточно мудр, чтобы не строить на страхе, но строить на любви. Поэтому соблюдение Божьего Слова является высшим испытанием любви ученика к Богу. Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое. И любовь – это мотивация для послушания. И затем он говорит, «А кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и возлюблен будет Отцом Моим». Это следующий чудесный факт. Соблюдение Божьего Слова – это то, что вызывает особенную любовь Бога Отца по отношению к нам. Бог возлюбил весь мир определенным образом. Но у Бога есть очень отличающаяся степень и тип любви для истинных учеников Иисуса, для тех, кто заблюдает Его Слово. И затем у нас есть вопрос, который задал Иуда. «Как ты явишь себя нам, а не миру?» И ответ Иисуса был, «Если кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое». Итак, «Как Христос являет Себя нам?» Через Слово. Через соблюдение Слова мы больше узнаем Иисуса. У нас может быть какое-то чудесное духовное переживание. Мы можем быть восхищены до третьего неба или еще куда-то. Но это не случается с большинством людей. И это не основной путь, как Бог открывает Себя. И Иисус открывает Себя. Это через соблюдение Слова Божьего. И, наконец, это изумительное утверждение. «Кто любит Меня, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Есть очень немного мест Библии, где Слово Бог употребляется во множественном числе, и это одно из них. Иисус говорит, «Мы, Мой Отец и Я, придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Это дух, захватывающее заявление. Изумительное откровение. Что Бог Отец и Бог Сын хотят прийти и поселиться в нас. Они хотят сделать нас своим личным домом. Но как это происходит? Через Слово. Если мы не любим Слово, если мы не послушны Ему, Бог не придет и не поселится в нас. И поэтому разрешите мне в заключение сказать следующее. И это очень серьезная мысль. Вы любите Бога не больше, чем вы любите Его Слово. И поэтому, если вы хотите узнать, насколько по-настоящему вы любите Бога, сколько места занимает Бог в вашей жизни, вы можете сделать это. Это не тот случай, над которым вам нужно долго размышлять. Вы просто спросите себя, насколько я люблю Библию, какое место Библия занимает моей жизни, потому что ровно настолько я люблю Бога. И столько места занимает Бог в моей жизни. Позвольте мне просто суммировать эти пять утверждений о Библии, потому что они решающие. Видите ли, так много христиан находятся в неких сумерках. Они не знают по-настоящему, что есть свет и что есть тьма. Они хотят и надеются, но они по-настоящему не уверены. И причина этому они не дали законного места в своей жизни Слову Божьему. Итак, позвольте мне повторить эти пять утверждений и закончить. Во-первых, соблюдение Божьего Слова отличает истинного ученика от мира. Во-вторых, соблюдение Божьего Слова является высшим испытанием любви ученика к Богу. Любовь — наша мотивация послушания, не страх. В-третьих, соблюдение Божьего Слова — это первостепенная причина, вызывающая любовь Бога к ученику. Бог любит учеников особенным образом. Он любит весь мир, но у Него особенная любовь к ученикам, но не к тем, кто называется учеником, а к тем, кто соблюдает Его Слово. Если вы хотите по-особенному быть дорогим Богу, тогда вам нужно соблюдать Его Слово. В-четвертых, через Божье Слово, сохраненное и соблюденное, Христос являет Себя нам. Вопрос был в том, как ты явишь Себя нам, а не миру. Иисус ответил, «Если любишь Меня, тогда соблюдешь Слово Мое. Вот как я явлю себя». И, наконец, через Божье Слово, Отец и Сын вместе придут, что поселится в нас. Не чудесная ли это мысль? Это просто захватывает мой дух. Бог — Отец, Бог — Сын, хотят поселиться в нас. Но они сделают это только, если мы будем соблюдать Слово Божие. Позвольте мне завершить, помоляясь за всех нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Слово Божье, Библия — это твердое, авторитетное и незыблемое Слово, которое является светильником ногам нашим и светом нашим путям. Я хочу молиться, Господь, за всех людей, собранных здесь, за всех, кто сегодня, в конце концов, столкнулся лицом к лицу с этим посланием, чтобы Ты сделал нас любящими Твое Слово, чтобы Ты своей благодатью дал нам силы дать Твоему Слову, Библии, надлежащее место в нашей жизни, чтобы мы поистине были учениками Господа Иисуса. Во имя Его я прошу. Аминь. Аминь.